Всем привет! В одном из своих коротких видеороликов я рассказывал о том, что создал новую рубрику, которая будет называться «О портативках». Однако здесь я вынужден вас разочаровать. Этой рубрики не будет. Но вместо неё я решил создать новую рубрику, которая будет называться «О мини-железках». Суть заключается в том, что я буду рассказывать о мини-версиях старых, давно выпущенных приставок, которые выходили с 2004 по 2018 год. Кто-то сейчас спросит, подожди, а почему не по 2019 год? Ведь в этом году Sega собирается выпустить мини-версию своей приставки Sega Mega Drive. Ребят, на самом деле она ещё не вышла, а сейчас про неё смысла рассказывать нету. Она должна уже выйти 19 сентября, то есть через месяц. На данный момент мы имеем приставки от компаний Atari, AT Games, Nintendo и Sony. Это Atari Flashback, Intellivision Flashback, CalicoVision Flashback, NES Mini, SNES Mini и PS Classic. А, чуть не забыл сказать, что есть ещё и Sega Flashback. Однако сегодня я бы хотел поговорить сразу про три мини-приставки. Это Atari Flashback, Intellivision Flashback и CalicoVision. Давайте начнём. Большинство из вас, наверное, не знало о том, что это всё началось именно с Atari. Ведь ещё в 2004 году вышла приставка под именем Atari Flashback. Это была даже не приставка, а целая серия, которая выходила компанией Atari с 2004 по 2011 год. Однако эту же серию в том же 2011 году начала разрабатывать другая компания под именем AT Games. Atari Flashback 1. Вышла она ещё в 2004 году и является первой приставкой из серии Flashback. Приставка по внешнему виду напоминала очень сильно Atari 7800, только маленькую. Приставка была основана на оборудовании NES on a Chip, которая была не похожа ни на одну из систем Atari. А что касаемо игр, приставка имеет 15 игр из Atari 2600 и 5 с Atari 7800. И в итоге у нас получается сумма 20, то есть 20 игр. Atari Flashback 2. Она была выпущена спустя год после Atari Flashback 1 в 2005 году. Сама приставка и её контроллеры были очень похожи на Atari 2600. Или же Atari Video Computer System. Приставка получила 5 кнопок. Power, Reset, Left and Right и Select. И в отличии от первого флэшбэка, второй содержит однокристальную версию схемы чипа TIA, который был разработан Куртом Вендалом. А что касается игр, то на этой приставке их уже 42. Плюс они делятся на 5 категорий. Есть также и плюс версии Atari Flashback 2. Это 2 плюс, но я про неё ничего сказать не могу. Ну а теперь мы переносимся на 6 лет вперёд. А именно в 2011 год. Самое начало 2010-х. Это Atari Flashback 3, которая была выпущена уже компанией AT Games. Внешний вид был взят из Atari Flashback 2+. Сама внутренняя система Atari Flashback 3 использует эмуляцию, которая работает на процессоре архитектуры ARM в местной Legacy 2600 on a chip, что не позволяет её просто взломать. Игры с Atari 2600, однако сам список игр увеличился и теперь их 60 штук. Atari Flashback 4 была выпущена она 13 ноября 2012 года. По внешнему виду она ничем не отличается от предшественника Flashback 3. Список игр уже увеличился, теперь их 75 штук. Atari Flashback 5 была выпущена 1 октября 2014 года. И она опять не отличается от Flashback 4, но единственное, что теперь в ней аж 92 игры. И в принципе всё. Atari Flashback 6 и Atari Flashback 7. Flashback 6 была выпущена 15 сентября 2015 года, а Flashback 7 1 октября 2016. Ничем абсолютно не отличается от Atari Flashback 5, 4, 3, а уж чем более 2. Единственное, что в Atari Flashback 6 было добавлено уже 100 игр, а в Flashback 7 всего одна. То есть в 7 флэшбеке добавили одну игру, которая называется Frogger. И там всего 101 игра получается. И вот тут во время создания самого видеоролика у меня появился маленький вопрос. Зачем? Зачем вообще каждый год выпускать одну и ту же консоль или приставку, которая вообще практически ничем не отличается? Я вижу только одно единственное, малозначительное и не особо важное отличие. Это список предустановленных игр в ней. Ну то есть я подразумеваю это тем, что постоянно список обновляется, становится всё больше игр. Вопрос только каких игр? ФРОГЕР БЛЯТЬ А вот тут уже действительно интересно. Atari Flashback 8 была выпущена 22 сентября 2017 года. Было выпущено аж 4 версии для неё. Это Делюкс, которая по сути ничем не отличается от обычной версии. Голд, Голд Делюкс и Голд Активижн Едишн. Восьмой Flashback отличается от седьмого тем, что в ней были добавлены ещё 4 игры. И в итоге у нас получается 105 установленных в ней игр. Планировали также добавить ещё одну игру, которая называлась Strip Off, но по какой-то мне неизвестной причине её удалили. Про Делюкс версию я говорить ничего не стану, потому что от обычной версии Flashback 8 она практически ничем не отличается. А вот про Голд версию мне есть что сказать. Она уже включает в себя HDMI видеовыход с разрешением 720p, то есть HD, а также беспроводные контроллеры на 2.4 ГГц. Есть Голд Делюкс версия, но я рассказывать про неё ничего не стану, потому что там всего лишь одно изменение, которое вас скорее всего вряд ли заинтересует. Я пропущу. Четвёртая и последняя версия это Activision Edition, которая включала в себя уже 130 игр, поддерживает как HDMI, так и беспроводные контроллеры. Atari Flashback 9 была выпущена 24 октября 2018 года. Как раз таки это мой день рождения, так говорю, для инфы. Она включает в себя то же самое, что и Atari Flashback 8 Голд. Всё тот же HDMI и всё те же беспроводные контроллеры. Однако она работает уже на эмуляторе Stella версии 3.9.3 и уже имеет слот для SD-карт, как это было в Atari Flashback Portable, вышедший ещё в 2016 году. Это сделано для того, чтобы можно было обновлять прошивки, загружать игры и, конечно, в них же сохраняться. Как же тут без этого? Ещё одним изменением является замена адаптера питания переменного тока на адаптер питания microUSB 5V 1А и кабель. А что касается игр, то здесь downgrade, то есть их стало меньше, 110 штук. Однако есть ещё Голд версия Flashback 9, в которой было уже 120 игр. Так что, вот так. Что ж, поскольку это 3 в 1 первый выпуск для новой рубрики, я выбрал ещё два очень интересных продукта. Это Intellivision Flashback и CalicoVision Flashback. Это две мини-приставки, выпущенные той же компанией AT Games в 2014 году. Они обе просто являются уменьшенной версией CalicoVision и Intellivision. Помимо них, в коробке также поставлялись и контроллеры, в которых кнопки были числами от 0 до 9. Ну и в этих контроллерах также были и круглые джойстики. Также поставлялись и карточки, с помощью которых вы можете понять управление для каждой конкретной игры. Ну и обычный адаптер, в принципе, больше ничего интересного. Как же они все работают? Да очень просто. Ты включаешь приставку, и там высвечивается специальное меню, где можно будет выбрать абсолютно любую игру из списка. Игр в Intellivision Flashback и CalicoVision Flashback 60 штук. На этом всё. Это всё, что я сегодня рассказал. Да, знаю, мало. Но потому что и в интернете очень мало информации пишут. Даже чересчур мало. Где вы всё это чудо можете найти? На ebay, на OLX, правда там всего, продаётся только одна приставка, и то Atari Flashback. Но согласитесь, хоть что-то. На авито... Авито вообще ватьку идёт. Я пытался уже найти там хотя бы Atari Flashback, но вообще уже ничего не нашёл. Ну, в Ростове всё-таки можно найти связанное с Atari Flashback. Это... диск. А если быть точнее, игра для PS4. Уж простите, но восьмое поколение приставок мне пока не интересно вообще. Ладно, ребят, на этом всё. Ждите второй выпуск про Sega Flashback. Точнее, Sega Genesis Flashback. Ставьте лайки, дизлайки. Подписываться на этот канал или нет, решать уже вам. Всем пока.